Доброго времени суток, с вами Макс Аля. Мы сейчас ведем репортаж из деревни Никарени. Рядом с нами находится монастырь, который в Молдавии как называется? Монастырь пророка Ильи, или в Молдавии его знают как Никарянский монастырь. Вот он очень, скажем так, вдалеке его, вот там он находится. Мы оказались в этом месте, чтобы сейчас монахи из этого монастыря расскажут какую-то историю, почему мы оказались в этом месте и почему мы отсюда начинаем повествовать историю этого монастыря. Вот задаем вопрос отцу Афанасию. Начало повествования этого монастыря мы начали из вот этой дороги. Она выглядит как-то, ну вот так, как вы ее видите. Почему мы здесь вообще оказались? Ну я попроху на Молдавском, потому что на Молдавский лече не. Возвитие, паринтель Рафаэль, старец монастыря, начался у него хост, а он был из-за сата Никарени. Иначе мы сейчас находим 2 камня на Нечуя. Это монастыря очень красиво и в стадио очень красиво. И в спастие мы видим очень хорошо, сатат. Вдруг мы говорим, что я мечтаю, как по зимой руке и строительству, он в начале первоначальной пани, переставал на старе имена. Начал ли с первоначальной пани, вместе с сетями, вместе с ламина в саду, и когда с водой ведет. Я увидел, что в посадке и не ехал дерево, а люди делают праздники, например, службы, которые работают в каждую день, и они собираются плопы, дети у них были в ночной ночи. И они пытались сделать манастерию в азартах, в маржине сады, чтобы не было в саду. Вот здесь, мне пришлось начать идея для того, чтобы было манастерия. Манастерия, это прозит в азартах в моменте для азии. Дальше собор, собор, собора по-румот, Хилиры, и сочетают, очень-очень, и сочетают на трассе. И сейчас 4 лет, и сошел в петре, и сошел в шор. И от амуне здесь, сочетают дороги, которые приходят в саду, Когда это был новый ход, мы были с другой стороны, мы были с другой стороны, когда мы были с другой стороны, мы были с другой стороны. В общем, это мы из Молдавского. Значит, получилось так, что в этой монастыре он родом из этого селения? Первое служение, которое он сделал, он провел именно в этом поселке. Мы в этом поселке уже не поменяли, но потом уже было сомнение. Было когда-то в Леоневский лагерь. Я думаю, что мы в Леоневском лагере лучше рассказываем, когда мы уже будем на месте. Можно будет показать старое сооружение. А сейчас лучше заехать из того места, где стоит вот этот крест, Рассказать немножко. История вот этого центрального креста тоже будет интересная. Так что мы переезжаем в это место. Давай, продолжим.